Одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. Здравствуйте, здравствуйте. Да, ну и у вас была какая-то важная информация. Информация, безусловно, важная. Буквально через 25 минут начнется пресс-конференция о компании «Путешествуй разумно». Ее организуют ряд министерств, а конкретно Министерство здравоохранения, экономики, сообщения и внутренних дел. Наш корреспондент тоже находится, так что буквально через пару часов все самое свежее и самое важное о том, как путешествовать в ближайшее время. Сейчас же конкретно, вот прям вообще в данный момент у нас с нами на связи председатель правления компании «Айропес Дельселя» Линия с Каспар Вингри, с которым мы периодически встречаемся, чтобы обсудить, как продвигается проект «Рейл Балтика». И сегодня не станет исключением. Каспар, доброе утро. Доброе утро, Каспар. Доброе утро. Давайте продолжим нашу беседу. В прошлый раз мы остановились на узлах мобильности, которые появятся по пути следования «Рейл Балтика». Обычное название станции – это железнодорожная станция, а вы вот как-то назвали по-другому, как-то современно. Что означает этот узел мобильности? Чем отличается от известных всем станций? Да, это уже не будет те станции, которые мы приведем. Я сообщал, что с «Рейл Балтиком» мы создадим совершенно новое сообщение. В 16 региональных станциях «Рейл Балтика» будут встречаться различные виды транспорта. Не только поезд, но и различные автобусы, частные автомобили, электротранспорт. Также можно будет припарковать все средства микромобильности, как скутеры, электровелосипеды. Совершенно очевидно, что общественный и частный транспорт станет намного экологичнее с аккумуляторами. И эти аккумуляторы надо будет где-то заряжать в этих узлах сообщения. А также там предусматриваются другие услуги и удобства. Можно ли сказать, что это будут действительно какие-то новые узлы, центры мобильности или узлы мобильности? Да, мы думали, как их правильно назвать. Мы называем их узлы мобильности, что позволяет создать сети сообщения вокруг этих узлов в радиусе не менее 40 километров. Это будет удобно для местных жителей. И они смогут ежедневно добираться до работы, не тратя лишнего времени. Например, в Ригу, а также в Каунас, в Перну. Конечно, для создания узлов мобильности потребуется и тоже тесное сотрудничество с местными самоуправлениями. То есть получается, что по рейл Балтика по рельсам побегут не только скоростные поезда, но и какого-то регионального назначения? Да, именно. Новая железная дорога предназначена не только для международных грузовых перевозок и высокоскоростных поездов, но и для улучшения региональной мобильности. Уже решено, что в Латвии будет 16 узлов передвижения на европейские колеи и одна еще дополнительная на существующие колеи. Если смотрим по карте, севера и на юга, они будут расположены в Саласгриве, в Туи, в Скуте, вангаже, в Сауре, в Риге, рядом с Мастом Славу, в Тони, Калнсе, Засу, Лауке, Иманце, Ваганскалне. И потом уже вниз по карте Яонма, РПО-лайны, Кекова, Саласпилсбалду, Анаецева и в сторону Литвы-Балска. Известно, что создание таких же региональных станций планируется и у соседей в Эстонии и в Литве. Каждый будет ход в 12 региональных остановок. Какую выгоду, какую пользу это принесет обычным жителям? Ну, например, я сам сейчас живу недалеко от Риги, в Царникове. И мне довольно часто нравится ездить на работу в Ригу на поезде. В дорогу уходит не менее 40 минут, чтобы добраться до центрального вокзала Риги. Но новое сообщение даст новые возможности. Во-первых, новые поезда будут намного быстрее. Они смогут развивать скорость около 200 км в час. Региональные поезда. Во-вторых, поезд не стоит в пробках. Поэтому мы можем потратить время намного полезнее. И с того момента, когда пойдут эти региональные поезда Реал-Балтика, у нас будет возможность переехать жить, например, недалеко от Бауски или Салас-Гриви. И быстрее, быстро и легко добраться до места работы в Риге. Это в течение часа. И людям больше не придется переезжать ближе к Риге или к центру своих окрестностей. Поэтому узлы мобильности представят совершенно новые возможности для передвижения. Я напомню, мы беседуем с Каспаром Вингрисом, председателем правления компании Aeropostale Lineas. Мы обсуждаем проекте Реал-Балтика. Скажите, Каспар, как вы собираетесь этого достичь? Вот этих новых возможностей для передвижения, которые вы упомянули? Сейчас началась работа по планированию региональных мультимодальных узлов. Анализируя будущий спрос на транспорт, расписание поездов тоже будет смоделировано, чтобы синхронизировать ее с остальным общественным транспортом, а также с учетом развития конкретных окрестностей. Например, несколько узлов находятся в местах, где сейчас мало жителей. Для жителей будет обеспечен более частый и быстрый общественный транспорт. Реал-Балтика также будет экологически чистым транспортом. Не только потому, что поезда будут передвигаться на электричестве, но и потому, что параллельно поездам не будет больше ехать по тому же маршруту автобуса. Но вот скажите, все-таки Реал-Балтика – это такой глобальный проект на уровне ЕС, государственный проект, но тем не менее, каким образом могут принимать участие в этом проекте самоуправление? Что, в чем вы видите роль и задачу самоуправления в рамках этого большого проекта? Выигрыши будут те самоуправления, которые первым поверят в умную мобильность и поддержат наш запланированный переворот привычек сообщения. Количество оригинальных постановок Реал-Балтика определено, но мы еще не согласовали с конкретным самоуправлением, какие именно станции будут построены, какие будут коммуникации, например, электрические подключения, дороги, автостоянки. Именно самоуправления должны будут обеспечить доступ к этим узлам или точкам мобильности. Таким образом, самоуправление смогут привлечь жителей к таким окрестностям далеко от Рыги, как Бауская, Ецелатуя, Салатсгрива, которые в плане расстояния уже присоединяются к Реалу Рыжского метрополии. Можно ли… Вот мы, в принципе, затрагивали очень часто действительно зеленую тему в наших интервью с гостями. И можно ли сказать, что, в принципе, вклад Реал-Балтика будет и в плане экологии, поскольку жители районов смогут использовать эти новые возможности и не использовать, скажем, машины на… Мы знаем, что обычно все-таки в районах все пользуются не электромобилями, а машинами на дизельном двигателе, и это может тоже сыграть какую-то позитивную роль. Именно так, да, машины смогут люди оставить в этих центрах или узлов мобильности и дальше ехать на поезде. И, как я говорил, я сам так делаю, я живу 2,5 километра от станции, я часто тоже, если в плохое время погода, я еду на машине, оставляю машину около станции и дальше еду на поезде. И также эти сети вокруг узлов мобильности, где ставят такую возможность не только оставить свою машину, не только оставить свой скутер или другой, который мы даже, может, еще не представляем средства мобильности, но и тоже поехать на микроавтобус или на автобусе, который будет ехать только вокруг этих узлов, но не параллельно поезду в Ригу, как мы сейчас видим, что часто едут поезда и автобусы часами параллельно в Ригу или в другие центры. Ну, то есть, достаточно важно понять, какими будут эти самые центры мобильности, ну, по-старому выражаясь, железнодорожные станции, будут ли там достаточно парковочных мест, станут ли они теми самыми перехватывающими стоянками, о которых когда-то мечтала, в том числе, Рижская дума. Но, Каспар, что означает, что вы не согласовали еще с конкретными самоуправлениями, какие именно станции будут построены? Что именно должны решить сами самоуправления для себя? И какие решения готовы, возможно, предложить и вы? Во-первых, то, что мы уже согласовали это место или окрестности, где будут находиться эти станции, как я говорил, например, с Саласгривы до Бауски, мы эти названия окрестностей уже знаем. То, что мы можем еще решать, это как большая будет эта остановка. Если конкретное самоуправление поверит, что там будет много жителей, мы можем построить большую станцию или узел, или только для начала платформу и потом развивать это место с зданием для ожидания и так далее. Это уже мы должны решать вместе с самоуправлением. А также все коммуникации. Если это место, где сейчас мы не видим много жителей, много пассажиров, мы можем начинать с маленьким парковочным местом. Если мы верим, что, например, в Бауске или Саласгриве будет много пассажиров, и мы уже должны строить уже побольше. А, например, в Туи, где сейчас только идея насчет такого возможности, там мы можем начинать с поменьше инфраструктуры. Мы беседуем с председателем правления «Эйропес-Дельса» и «Лыния» с Каспаром Вингрисом. И, Каспар, скажите, пожалуйста, эти самые узлы мобильности, они будут совпадать с нынешними международными станциями или будут действовать параллельно, или вообще впервые появятся? Все узлы будут новые, потому что, как мы знаем, сейчас, если смотрим в карте с севера на юг, мы сейчас не имеем сообщения о железной дороге. И в Саласгриве, и Бауске, и Ецеле это будут совершенно новые дистанции, потому что там железной дороги сейчас нет вообще. Но они будут дополнять, не конкурировать нынешние сообщения о железной дороге, а также не будут конкурировать с автобусами или с другими средствами, потому что будут сотрудничать и дополнать друг друга. Но они не будут находиться в тех местах, где сейчас находятся автобусные станции, например, в Бауске или опять в Саласгриве, потому что мы не можем проводить скоростную железную дорогу прямо через центр этих городов или окрестностей. Они будут находиться рядом с городом, не в центре. Поэтому мы должны опять тесно сотрудничать с местными самоуправлениями, чтобы предоставить доступ из центра до этих окрестностей, где будут находиться эти узла сообщений. Но это предоставит возможность развивать очень как бы с самого начала и будет возможность развивать, там будет земли достаточно, чтобы построить новые парковки и все нужные удобства. То есть можно сказать, что проект Rail Baltic, который все воспринимали сначала как связь с Европой, ну и говорили, ну как часто я буду ездить в Берлин, там насколько будет это необходимо, он выходит за эти рамки и дает возможность, может быть, действительно остановить отток населения из небольших городов в Ригу и наоборот, рижане, может быть, захотят селиться где-то все-таки на природе, в небольших городах, и это сделает более мобильным передвижение внутри страны. Именно так, это сама суть теперь этого разговора о региональных узлах мобильности, потому что в течение часа пассажиры смогут приехать из любого места Rail Baltic станции, из Салатсгрива, из Бауски, и не только в Ригу, но и тоже из Салатсгрива в Перну, из Бауски, или Ерцев, и в Каунис, или Паневеш, и это будет уже региональная мобильность не только в Латвии, но и в Балтии, потому что многие люди едут отдыхать, например, в Перну, из Латвии, и теперь поехать из Салатсгрива в Перну или в Таллин будет то же самое, что поехать в Ригу, отдыхать или даже работать. Ну а сколько примерно времени сможет занять путь из Риги до Перну? Из Риги до Перну это будет, если на скоростном поезд, скоростной поезд, это будет чуть больше, чем час, если на региональном, тогда это будет полтора-два часа. Например, из Салатсгрива до Риги это будет неполный час. Ну это здорово, потому что, в принципе, до эстонской границы почти ровно 100 километров, ну так, грубо говоря, до Перну, час сорок надо поливать. Плюс какие-то остановки там, где-то подзаправиться, где-то наоборот что-то перекусить. А так сел в поезд, вышел в Перну, прошелся вдоль другого, немножко отличающегося пляжа, а там же пляж раза в четыре шире, чем в Юрмале. А, кстати, про пляжи и море. Вот эта северная ветка, ну извините, личный интерес, мне очень нравится это направление, она, как планируется, вдоль моря ее проложить? У моря будет видно из окошка поезда? К сожалению, или к счастью, не будет видно, потому что самое близкое место, где к морю, это будет, например, Туя или Скулте, где вы сможете выйти и потом уже в этой сети местные, локальные передвижения, попасть уже ближе к морю. Это то же самое, как мы сейчас тоже знаем, что Скулте, станция нынешняя, которую мы знаем, или займя, это тоже не около моря, там чуть-чуть надо пойти пешком или ехать потом чем-то. Ну, честно говоря, конечно, не страшно так, чистые соображения и эстетики меня это интересовало. Вот эти полтора-два часа, которые нужно будет провести, например, в поезде, будет ли предусмотрен, я не знаю, какой-то сервис в поезде, как могут люди провести время, нам, например, зарядить мобильный телефон, если они слушают музыку, или, может быть, там можно будет что-то приобрести в самом поезде, не знаю, там напитки или... Вагон, ресторан, в конце концов. Ну, да, ну, какой-то... Кейтеринг какой-то на борту. Насчет этого мы еще имеем время, чтобы решать с операторами, что именно должно находиться, во-первых, в скоростных поездах, потому что будет несколько уровней, потому что скоростные поезда будут соединять уже большие города только, и если мы будем проводить время несколько часов, тогда, да, там должен быть ресторан, там должны быть все удобства, которые мы знаем в Европе для скоростных поездов, а региональные, которые будут ехать... Все равно достаточно быстро, потому что 200 км в час это и для регионального сообщения, это довольно-таки быстро, даже для стандартов Европы, если люди едут около часа, чуть больше или меньше, тогда удобства требуются другие, как Wi-Fi или зарядка мобильного телефона, и мы уже тоже начинаем уже, как бы, записывать все требования пассажиров, чтобы, когда уже будут первые поезда, уже заказывать все те удобства, которые нужны для пассажиров. Но мы еще имеем время, чтобы решать, и мы еще не знаем, какие удобства потребуются, например, через пять лет, когда уже будет первое сообщение. Я уверен, что розетка, хороший Wi-Fi и хороший кофе всегда будут нужны. Огромное спасибо, Каспар, надеюсь, это не последняя была наша встреча в эфире. Мы говорили с Каспаром Вингрисом, председателем правления Aeropost-Zelsen-Linias, и, как обычно, речь шла о развитии проекта Rail Baltic. Еще раз огромное спасибо, Каспар. Спасибо. Доброго дня. Что же, мы продолжаем. Через паузу у нас очень серьезные гости на очень серьезную тему. Сохраним интригу. Утро.